Строительство нового детского сада стало настоящим праздником для жителей городского поселения Горки-Ленинские. Построен он будет за счет муниципального бюджета и средств Москвы, переданных за отошедшие к ней территории Ленинского района. Строительство ведет компания Невента. По плану, в конце сентября 2015 года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Садик рассчитан на 80 детей. В этом дошкольном учреждении будет все для гармоничного развития ребенка. Спортивная зона, игровые площадки, музыкальные и театральные залы. Участок выбран достаточно удачно. Хороший ландшафт. Окружать будет наших детей территорию музея-заповедника, чистый воздух. Ну так как стройка любая, все равно что ремонт в квартире, это всегда проблемы связанные с тем, что по дорогам будут ездить большегрузные машины, завозить стройматериалы. Будем вместе со строителями как-то решать проблемы, снимать напряженность. Ну и следить за тем, чтобы вокруг был порядок и при строительстве нового объекта не пострадали старые объекты. 19 марта прошла торжественная церемония по закладке памятной капсулы в фундамент здания нового детского дошкольного учреждения. Задача местной власти, администрации Ленинского муниципального района, каждого нашего поселения, заставить застройщиков обеспечивать комплексность развития. Станный дом должен обязательно обеспечиваться новым дошкольным учебным заведением, а комплекс домов должен обеспечиваться новой школой, поликлиникой, амбулаторией или врачами общей практики. Я всех вас поздравляю с таким замечательным событием, с прекрасной погодой. Желаю, чтобы улыбки всегда оставались на ваших лицах. С праздником вас! Почетное право заложить памятную капсулу было предоставлено исполняющему обязанности главы Ленинского района Олегу Хромову и воспитаннице детского сада «Росинка» Тамаре Хрусталевой. Сегодня это первый детский сад, который, я думаю, получит с вашей доброй, легкой руки хорошее, доброе название. Вы обязательно сами его придумаете, поучаствуете в этом конкурсе. Я думаю, что победитель этого конкурса получит замечательный сладкий приз. Как нам стало известно, уже существует несколько вариантов названий. А принять участие в конкурсе могут все желающие. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.